Привет, друзья! Это канал про ротор. С вами Пётр Нечаев и Сергей Веснин. Привет, Пётр! Привет, друзья! Сегодня мы разберём матч Волгоград-Ротор-Волгоград-СКА Хабаровск, который прошёл на Волгоград-арене вчера вечером. И с присущей нам тщательностью и дотошностью расскажем вам о том, что вообще происходило на этом матче. Разберём каждый момент досконально по косточкам. Как вы уже поняли, здесь готовят годный контент, поэтому подписывайтесь. Комментируйте эти видео, расшаривайте их в социальных сетях. И особенное спасибо тем, кто донатит нас. Ссылка на донаты в описании видео. Пётр, тебе слово. Матч прошёл без болельщиков неожиданно. Нет, матч прошёл безболезненно. Я уже такой домыслил эту фразу. Думаю, так, безболезненно для кого? Для нашей психики или для футболистов? Так, да, болельщиков не было, была полная тишина. Мы видели, как подкрикивают там эти тренеры. Так. Тренеры подкрикивали. Всё, в принципе, нормально. Мы поддерживаем это решение, только надо было заранее всё это делать. Или, может быть, сделать проход по QR-кодам. Потому что у нас же всё-таки есть вакцина. Но вакцины многим пользуются. Может быть, это было стимулированием. Опять же, мы всю ситуацию до конца не видим. Потому что статистика по смертности и по заболеваемости у нас неправильная. Умирает огромное количество людей. То есть есть вещи поважнее футбола. Но я согласен, что всё-таки поддержка важна и играет совершенно по-другому. Когда есть люди на стадионе и нет. Мы в прошлом году призывали вас ходить на матчи. Но многие этим не пользовались. Вот теперь получайте. Вот так. Ну ладно, не будем о плохом. Мы же смотрели матчи. Дважды с тобой смотрели матчи. Да. Наверное, только мы и, не знаю. И тренеры. Да, Алдония с Кохловым тоже пересматривались матчи. Плачут. Так. Ротор вернулся к своей старой расстановке. Конспекты Батуринка живы. Ребята подумали, что хватит экспериментировать. В прошлом матче ротор выглядел немножко хуже, чем в первом стиксильчике. Поэтому возвращаемся к старой формации. 4-2-3-1. Поменяли тех, кто выглядел не очень. Николаев за свой подкат и организованную атаку после гол. Который, опять же, после его подката был организован и забит. Получил место в стартовом составе. Опорники Махатадзе Макаров. Слева у нас вышел Голосов. Это новичок из Спартака. И видно, что парень приехал в нормальной физической форме, в отличие от Щеткина. То есть, видно, что готовился. И видно, что это профессиональный футболист. И один нападающий у нас был Мулин. Я еще отмечу Малерову в старте. Он обычно выходит у нас на... Да, да. Согласен. Играл раньше в роторе его брат. Младший, теперь старший брат отдувается за семью в составе ротора. Ну, так неплохо отдувается. Забежим вперед. Все, что опасного было, половину случаев создавал Малеров. Скахабаровская команда из Дальнего Востока. Правильно же? Это город отдаленный от основной территории России. Основной территории футбола. Основной территории футбола. Согласен. Команда, за которую болеет король российского баттл-рэпа Слава КПСС. Больше весь твой рэп ни о чем. Потому что он только о боксе. Так что нахуй тебя и нахуй Версус вместе с вашей послушной толпой. Лучше я сдохну ебучим ноунеймом, чем прославлять и стану топой. После того, как он сказал об этом, у команды прибавились болельщики и запросы в интернете. То есть они на этой волне, в принципе, стали более известны для молодого населения, можно так сказать, нашей страны. Раньше это было SkyEnergy, теперь SkyHabar. Слушай, пока не убежали, вот вам совет. Это мы сейчас к пиар-службе ротора обращаемся. Вам нужен какой-нибудь рэпер. Я думаю, несложно договориться с кем-нибудь, чтобы он пропиаривал ротор. Поэтому не упускайте такую возможность. Привет, как говорится. Знаешь, если при пиар-службе ротора займется раскрутка, они найдут такого трэш-рэпера, я думаю, что... Что станет только хуже? Станет только хуже, да. Все, что они не делают, это, не знаю... Люди занимаются не своими вещами. То есть если ты работаешь в пиар-службе ротора, это не значит, что ты разбираешься в футболе, и ты вообще какой-то профессионал. Скорее всего, ты не профессионал, и тебя взяли для галочки, чтобы ты присутствовал в этой пиар-службе. Тем не менее, мы верим в ротор, и мы верим в пиар-службу ротора. Ну, как бы одно из другого вытекает, да. Как знаешь, говорят, это фигу из кармана вынь. А ручки-то вот они. Ладно, поехали дальше. Да, схема 3-4-3. Похожий состав на то, что было в прошлых матчах Абаровска. Правда, они вратаря заменили. Вышел у них вместо Носова Мануйлов. То есть, поменяли Галимова и Караева флангами. Вот здесь вот видео. Вот здесь вот. Да, посмотрите его наше превью этому матчу. И, в общем, вы увидите, почему сейчас мы акцентируем внимание на заменах в составе. Был любимый игрок Алексея Царицына Квиквейс Кири. В центре поля, так же, как Квирквейлия с 33 номером. Видимо, не знаю, если у тебя начинаются на эти буквы фамилии, значит, ты будешь играть по 33 номерам. Независимо от лиги. Схема интересная. Схема предполагала то, что команда будет играть первым номером. Юран, опять же, самая известная личность в составе этого клуба. Это Сергей Юран. В составе этой команды, да? Ну да, можно сказать, в составе этой команды, да. У них есть еще вратарь Хомич, но Хомич не играл. На замене, то есть не на замене, а вторым тренером был Денис Попов в СК Ростов. Фу, какой СК Ростов? СК Хабаровск. СК Ростов – это немножко другое. Денис Попов, он играл вместе с Алдониным и с Хохловым в сборной России. Кличка у него была «Рыба-меч», такой классический центр-форвард, который начинал в Новороссийском Черноморце, и потом он играл в ЦСКА, потом в Кубани. Ну, у него не очень долгая была карьера, но парень известный. А что за такая кличка? С чего она вдруг? У него нос длинный? «Рыба-меч»? Да нет, там какой-то матч был. В общем, то ли, по-моему, они играли то ли с Ураланом, то ли с ФК Москва, и дренаж не справился, они играли полностью в воде, и там фактически все плавали. Его назвали «Рыба-меч», по-моему, он в этом матче лучше всех сыграл. Лучше всех катался в лужах, да? Я обычно вижу такие видосы. Понятно. Назвали его «Рыба-меч». Помнят об этой кличке, вообще, болельщики. Это было давно, в начале 2000-х. А Сергей Юран – это один из, можно сказать, больших советских, российских футболистов. Нападающий, такой сбитый форвард. Я бы даже сказал, он и в готовности приехал, он в форме был там, то есть он был в трусах, в майке. Если бы ему разрешили, он бы сейчас что-нибудь показал бы на поле. Вышел бы, показал, да, играл в «Динамо-Киев», в «Спартаке», в «Бенфике», в чемпионате Германии. То есть он поедет по меру. Короче, что Хохлов, что Юран – это игроки. Где вот, если перечислять команды, в которых они не играли, в лигах, в которых они не играли, в чемпионах, в которых они не играли, он будет короче список, чем тот список, в котором они играли. Квалифицированный футболист с интересной карьерой, с интересной жизнью. Он мог закончить с футболом в раннем возрасте, там была травма. Ему вообще предполагали, что он будет с хромотой. Но пересилил и стал известным футболистом. Молодец, теперь работает тренером, он такой эмоциональный. Я помню последний приезд его в Волгоград. В качестве футболиста я был на матче «Ротор Спартак-99». Он как раз, по-моему, из Бохума вернулся в Россию. Это в чемпионате Германии такая команда была. Он приехал, выглядел на голову выше всех. Хотя он играл нападающего. Был ассистентом, отдал три результативных передачи. Два гола засчитали, один нет. И спорил с арбитром. В общем, в конце матча «Спартак» вел. И на 93-й минуте то ли была откидка назад, то ли мяч попал защитнику в ногу. Мяч поставил... То есть, арбитр поставил свободный удар. Веретейников зарядил. Мяч на линии ворота добил Абрамов. Все радовались. А Юран и компания начали протестовать. Не согласны с арбитрами. Даже выбежала милиция на поле. И потом он шел по трибунное помещение, назвал жены футболистов запасных, по-моему, ротора или тех, кто травмирован, колхозниками. Чуть ли не началась драка. В общем, такой приезд у него был знаменательный. Не знаю, болельщики, наверное, это часть помнят. Так, получается, Юрану повезло, что болельщиков ротора не было. Они наверняка там что-то помнят. В общем, если вы хотите побольше узнать про Юрана и его собственных уст, из первого лица, посмотрите подкаст Сычева «Минутка рекламы». Может, он нам там тоже где-нибудь порекламирует, зачтется в карму. Вот у него было одно из последних интервью. Как раз Юран выступал. Да. И в роторе, кстати, играет, не играет, а пока числится его сын Артем Юран, защитник. Он, по-моему, вчера выступал за «Ротор-2», когда они проиграли там G3-0. Но вот в заявку «Ротор» он пока, то есть в основу «Ротор» он пока не проходит. Ему, по-моему, 24 года. Желаем удачи, надеюсь, увидим его на футбольном поле. Например, на выезде в Хабаровске. Знаешь, что красивая была в истории. Папа против сына. Да, это очень интересно. Так, по составам у нас все? По составам все, да. Ну что, я предлагаю перейти к моментам и в моментах разобрать всех наших моментальных игроков, их все плюсы-минусы, и потом сделать в конце уже какие-то выводы. Сейчас я открою свою папочку с нарезочками, которые мне предоставил Петр. Петр вчера вечером сидел, нарезал, пока я там нарезал круги на поле. Так, первый тайм. Поехали. Значит, у нас есть привоз Байрыева на шестой минуте. Байрыев обратительно сыграл в защите. То есть так неакцентированно пошел на мяч, пытался подставить ногу при атаке фланговой. И получилось, что он привез прям в центр защиты. То есть в центр своей. В штрафной площади и справа фланга Смирнов. Смирнов, 77 номер, да. Он уже пытался нанести удар, но замешкался, завозюкался. И тут у нас, конечно, Обухов хорошо сыграл на выходе. Не знаю, травмировал он там или симулировал Смирнов изо всех сил. Но, в общем, Ротору повезло. А это такой звоночек для тренеров. Байрыев не успевает. Дудиева обыгрывают. Биряшвили тоже плохо. Байрыев с центральной защитниками вторым, Биряшвили, они в прошлом матче играли плохо. То есть они старались перестраховываться. Не начинали атаку. И когда шли атаки Олимпа, они пятились назад, не выходили. И со этого создавали глубину. И поэтому нашим полузащитникам приходилось больше работать. И вот в этом матче, в принципе, старался Биряшвили больше выдвигаться вперед. А Байрыев сыграл свою, по-моему, с этой... Своей стезей. Да, это нам вот подсказали нам старшие товарищи. Настоящие футболисты профессиональные. Мы недосмотрели немножко за защитниками центральными Ротора. Но вот и справляемся. Так, момент второй. В общем-то, тут у нас, так сказать, такой большой перерыв. Шестая минута, потом сразу 22-я минута. За эти 20 минут, за эти 18-17 минут, там Ротор так серьезно повазюкали мордой, что называется. И в перерыве на водопой у нас Хохлов с Алдониным недоумевают и высказывают игрокам, что вообще такое, что творится на поле. По этому поводу я еще подведу некие итоги. Но, в общем, конечно, это позднее зажигание Ротора, проклятие, оно никуда не делось. Бьют, слушают тренеров, мотают на ус. А мы переходим к следующему моменту. Немножечко про проклятие о капитанской повязке. Ну, не футбольный, а опять вот эта повязка Ротора, не знаю, за 100 рублей, наверное, они покупают мамуку где-нибудь, с грузинского рынка им привозят эти повязки, которые не держатся. Да нет, там магазин есть рядом с Ротором, со стадионом Волгоград-Арена. Есть там такая, по-моему, повязка оттуда. Спорт в объективе какой-нибудь? Да, спорт в объективе теперь у нас, по-моему, пятерочка или покупочка, а вот там чуть подальше. Неплохой, в принципе, магазин, там все в одном, что называется, и бутсы хорошие. Маленькая реклама этого магазина, сейчас название не помню, какой-то Олимп, чего-то. Так, ладно, теперь у нас... Есть возможность онлайн все это заказать, сделать хорошую повязку. Да можно Байрееву тряхнуть, у него там где-то повязка под кровать, что-то под подушкой. У него 28-й номер там, наверное, Макаров не хочет 28-м номером повязки. Ах, да, но он мог... Можем сделать новую, если у Ротора нет денег, не влом. Зато у Байреева есть повязка, которую он хранит под подушкой и перед каждым отправлением ко сну осматривает. Могу горы добавить на нее, какую-нибудь графику с горами, красивую. Ну ладно, у нас еще одна ошибка защитников Ротора до 26-й минуты. Беряшвили Дудиев, но тут, конечно, уже вообще просто как в сказке. То есть Дудиев принимает... Беряшвили принимает навес и играет так, как должен играть, в принципе, не защитник, а больше нападающий формацией Дзюбы. Скидывает под удар тому же Смирнову. При этом Дудиев видит, что Беряшвили ошибается, пытается исправить эту ошибку и промахивается, в принципе, в такой вот достаточно простой ситуации, мимо мяча головой. И, в общем, у Смирнова пространство примерно 5 метров до вратаря. В принципе, практически ни единого шанса, кроме как пробить. Но здесь он бьет в ближний угол и, честно говоря, я даже не понимаю, как он не забил. Такое забить проще, чем не забить. Значит, там подскакивал Галимов. И если бы он как бы был... Я про Смирнова сейчас. Смирнов был чуть-чуть хитрее. Он, конечно, мог бы прокатить Галимову. Но там сложная такая вырезка. И вратарь контролировал эту, наверное, передачу. Ну и, в общем, Обухов спасает Ротор. Тут даже вот не о чем говорить. Это сейф. Атака продолжилась. Ну, ничего, по-моему, не создалось там. Мне вот эти два момента с Смирновым напомнило, что из детского футбола какие-то кучи малые, знаешь? Да, да, я с тобой полностью согласен. Детские ошибки. И опять мы вернемся к этим ошибкам в выводах, потому что есть о чем поговорить. Все бегут на мяч, какая-то куча там. И не могут забить какие-то там жалкие попытки ударов. На футбол это было мало похоже. После 28 минуты Ротор проснулся. И вот как раз вот эта череда атак, мы сейчас будем ее рассматривать подробно. Так, тебе слово. Да, в центре хорошо Макаров с Махатадзе. А твой валим мяч это было несколько раз. То есть мы сделали нарезки одной из затяжных атак Ротора. То есть там боролся Мулин, переводил куда-то в центр. Игроки СКА выносили. Макаров подбирал, Махатадзе на левый фланг. Ташаев, забегание Спартаковское. Голосово. Голосово. И Малеров бьет головой и попадает в стойку, которая держит сетку. Да. Правильно ли? Тут, в общем-то, еще один момент, когда попасть легче, чем промахнуться. Это был первый момент Малерова. Это уже голевой момент. И тут, в общем, все недоумеваем, почему Малеров промахнулся. То есть бьет акцентированно, ему никто не мешает. Голимов там пытался, в общем-то, как-то накрывать мяч. Но, по сути дела, он, по-моему, даже не коснулся Малерова при этом. Бил он из очень удобной позиции в положении, я называю его, ван Перси. Когда игрок уже висит над полей горизонтально. Вот. Не стоя, а уже в воздухе. Надо было забивать. К сожалению, вот не удалось. И, в общем, аналогичный момент. Пас Беряшвили, 32-ая минута. Это вот продолжение вот этой... Нет, это немножко другой момент. Да, я извиняюсь. Пас из центра, из центра поля. Намулина, в принципе, нападающий должен такое брать. Ну вот, посмотрите, там у нас будет... Да, я вот запускаю сейчас ролик, как это должно быть, на самом деле. Да, как вот поступает в таких моментах настоящий футболист. Что здесь Муля неправильно сделал, чтобы вы понимали его ошибку? Неправильно выбрал позицию. То есть, вот здесь дело даже не в приеме, что он тянул ногу. Ему, если бы он стал правильно подмячен, не пришлось бы тянуть ногу. Он просто остановился и тянулся. Посмотрите, Ибрагимович, он на ходу забегает в штрафную. И без всякой обработки бьет. В одно касание, с нерабочей ноги. Что можно сказать? Мулину 27, Ибри почти 40. А это опыт, понимаешь? Я еще в школу ходил, когда он... Когда он так забивал, да? Когда он начинал играть за Мальми, да. Такие, как Мулин, не знаю, чем он занимается, в какой он вообще форме, что это за профессионал. То есть, он до сих пор не научился вот такие мячи подбирать. Хотя, в принципе, мы хвалили его в РПЛ за именно за эту его коронку. Игра в одно касание. Но вот что-то Мулин никак не проснется со своей рабочей в касании пушки. Давай. Это очень смешно. Получается, три гола нападающий забил за сезон в РПЛ. Блин, а тут на... Это очень мало. Это вообще ни о чем. Хороший нападающий такой забивает за один или два матча. А тут за весь сезон, и вот он в ФНЛ. Не знаю, у него какой-то регресс, деградация пошла, по-моему. Может быть, ему надо сменить команду. Ну ладно, у нас появился Щетки, но он сменит Мулина. Ну, пройдет время. Давай посмотрим момент, когда у нас играет Ташаев-Голосов. Вот, связочка, да, Ташаев-Голосов. Работает совершенно аналогично, как три минуты назад. Но, к сожалению, в прострел у Голосова не получается. Спартаковские ребята, опять свое любимое забегание Олега Романцева демонстрирует. Но не получается, защитника выбивает. Да, но интересно, у них связка формируется. Это интереснее, чем Первушин, по-моему. Ну, Первушин так глубоко забегал только в первом круге. В втором матче с Олимпом, я имею в виду... Господи, с текстильщиком. Смотрел шинник? С текстильщиком, с текстильщиком. А с Олимпом уже никак. Первушин не забегал. И очень, в принципе, ожидаемо, что в этот раз он сидит на банке. И даже не вышел на замену. Так, ну, смотрим угловой Ташаева с левого фланга. Делает хорошую передачу в центр в Ротарской. И снова у нас... Снова у нас та же позиция с точки зрения нанесения удара. Практически один в один бьет Маляров. Но в этот раз ему уже вообще, в принципе, никто не мешал. Я смотрю на повторе, когда фронтальный повтор, он попадает в Ротаря. Хотя ему никто не мешает ударить в левый или в правый угол. Ну, то есть, это уже вопрос к исполнению. Может быть, пытался по ушам. Знаешь, есть такая мертвая зона у вратарей. Опять же, это похоже на изводного пола. Да и в футболе, в принципе, когда вот бьют вратарю. То есть, вратарь может легко в стороны расставлять руки. А вот здесь вот, это мертвая зона. Потому что тебе вот труднее. У тебя больше времени уйдет, чтобы вот здесь закрыть. Ну, я сомневаюсь, что за те доли секунды, пока мяч летел, Маляров решил для себя, что сейчас он будет бить в мертвую зону. Что-то мне вот, да, кажется, что он просто не обыграл Сугробова и всех делов. Так, есть у нас видео. Хорошая реакция. Хорошая, да. Сугробов откровенно спасал. Прямо молодец. Давай посмотрим, что у нас за столкновение было с Байрыевым. Байрыев сам нарвался на фолл, по-моему. То есть, там был момент, когда Махатадзе контролировал этого игрока, СКА. Мануй, Мануй. Байрыев побежал на них и сам врезался. И сам получил гематому под глазом. Хорошо. Ну, то есть, он сейчас синяком у нас здесь ходит, да, по Волгоград-Сити. Встречу, передам привет. Ну, да, что поделаешь. Бывает игровой момент. Так, и есть у нас последний момент первого тайма. Здесь уже Николаев блеснул. Блеснул и как бы опростоволосился в одном флаконе. Двоечку сыграли с Малеровым, обычным забеганием, да? Пошел и слишком далеко отпустил мяч. Очень-очень хорошо получает и лишняя обработка мяча, когда он принял ее на бедро. Здесь он должен был откатывать Мулину. Это план-минимум, что называется. Потому что у Мулина убойная зона. Или же набегающему Махатадзе, у которого примерно 10 метров. Ну, вот это вот его любимый издали удар. Левый угол свободен абсолютно. Что-то мне подсказывает, что и Мулина, и Махатадзе могли нанести решающий удар гораздо лучше, чем то, что получилось у, собственно, нашего нападающего. Потом был перерыв. Я думаю, в перерыве футболисты услышали все хорошее про себя. Я просто, да, я просто сейчас просматриваю этот момент. Конечно, классный. Классная атака такая прямо вот взрослая. И чуть-чуть не хватило здесь просто навыков Николаеву. Чуть-чуть буквально. Я думаю, он сам испугался, что так вышло. Лишнее касание. Это все от нервов идет. Да, я должен признать, что ротор откровенно нервничал в игре со СК Хабаровской. И это непонятно откуда взялось. Видимо, на парней начинают давить. Это плохой знак. Потому что вспомним первую игру, когда они просто на расслабоне играли. Вот, с текстильщиком. Потом с Олимпом они тоже, в принципе, играли довольно расслабленно. И здесь они играли как-то очень нервно. Ну, давай перейдем ко второму тайму. Потом ротор наконец-то взял инициативу в свои руки и контролировал мяч. Причем в начале был такой момент, что чуть не забил СК. Да, да, прямо сразу же на первой минуте второго тайма. Очень было неожиданно. Обухов сыграл уверенно. Но уверенно он сыграл только потому, что в него попали. Повезло. Не попали, по-моему. Это просто... Вот если бы головой задел нападающий СК... Ну, я имею в виду, что передача к нему пришла. Да, то это была убойная позиция. Ротер забрал мяч после этого. Взял контроль. То есть они перепасовывались. Позиционная атака. Ташаев переводит на левый фланг. Голосову, да? Голосов отдает Николаеву, который сместился на левый фланг. Ташаев там перепасовки всякие. Чуть не потерял Мулин мяч. Так, это ты какой эпизод рассматриваешь? А, продолжаешь эту самую долгую позицию. Все, я понял. Да. Датяжная атака, да. Перевели на правый фланг. Так, Мулин, чуть не потеряв мяч, перевел на Дудиева. Дудиев сделал такой полупрострел. И вот здесь Николаев не смог попасть толком по мячу. То есть тут нужно было забивать. Это железный момент. Это, да. Мы сейчас с вами говорим о идеальном навесе Дудиева. Именно это оружие, видимо, Хохлов с Алдониным и использует в трех матчах уже. Просто проблема в том, что у Дудиева это получается не так часто, как хотелось бы тренером. Но при этом, опустим все нюансы, Дудиев сделал идеальную передачу. Идеальный навес на дальнюю штангу штрафную. При этом он прекрасно понимал, что там достаточно игроков, чтобы завершить атаку. Завершить ее результативным ударом. И тот самый Мулин, который ему откатил на правый фланг, он уже был в готовности ударить. Казалось бы, потому что он двигался туда хорошо. Но тут ему просто не хватило. Опять, неправильный выбор позиций. То есть он, я насколько понимаю, он где-то смотрел какие-то прогалы между защитниками. Но если смотреть с моей точки зрения, как комментатор, то он выбирал позицию неверно. Учитывая, что чистокол защитников как раз перекрывал подачу Дудиева, если бы мяч шел чуть-чуть более оттянутый к воротам ротора. Поэтому здесь был единственный возможный вариант, когда мяч летит перед группой игроков, но не долетает до ворот. То есть вот этот вот прогал. Обычный прострел вдоль ворот. Что я тут, блин, рассусоливаю. И Мулин должен был завершать этот удар. Вернее, завершать эту подачу и ставить ногу. Но он не дотягивается, и мяч попадает Николаеву, который то ли от неопытности играл правой ногой, а не левой. То есть не подстроился под удар. То ли было совершенно для него неожиданно, что Мулин пропускает и не дотягивается в этой позиции. И это абсолютно детская ошибка. К сожалению, Николаев сыграл как ребенок, который играет своей рабочей ногой в ущерб всему. То есть здесь, в этой позиции, надо играть левой ногой. Понятное дело, что когда ты играешь правой ногой, и неправильно, когда тебе подают справа, ну, попадает на внешнюю сторону. И мяч отскакивает по какой-то просто позорной траектории. И совершенно не в ворот. Хотя очень опасный момент. То есть тут в очередной раз проще забить, чем не забить. Сугробов вытащил. Да, да, разумеется, да. Сугробов, ну, там просто мяч планировал вокруг. То есть он подскочил кверху. У Сугробова появилось время добежать, допрыгнуть до правого фланга и парировать. Знаешь, как в такой ситуации забивают? Можно и правой забивать обычного. Можно, если исполнитель, если и, в общем-то, навыков достаточно. Если навыки забивают подошвой. Чего мы только не видели в мировом футболе. Как угодно можно забивать. Тут можно и бедро, можно поставить часть тела. Но вот Николаев выбрал именно такое вот продолжение. И, в общем, у него не получился удар. Ладно, есть у нас момент. Рота разобрал инициативу и давил-давил. Начали прессинговать. И вот смотрите, прессинг привел к тому, что Эмерсон с вратарем подставили Литвина. То есть отдали Николаеву и пришлось фалить. То есть это вот ошибка как раз вратаря и Эмерсона. Так, ну мы с тобой еще Махатадзе пропустили. Это когда он удар. Да, ну здесь, в общем-то, все очень коротко. Махатадзе получает чуть подальше середины поля. Протаскивает и бьет. Хороший удар у Махатадзе. Тут и комментатор. Что он не встречал. К этому моменту СКА как-то очень сильно просел. То есть ротор прям налег. Уже делал, что хотел. Насколько ему позволяла техника и слаженность действий. И удар Махатадзе. Хороший такой прицельный удар. Удар. Сугробов контролировал. Но с другой стороны, мало ли что, как мяч пойдет. Если бы он чуть повыше, то пролетел бы над вратарем. Да, Эмерсон подставляет вратаря. Это уже, я смотрю, следующий эпизод. И надо, конечно... Это не вратаря. Вратарь и Эмерсон подставляют защитника вот этого Литвина. Они вдвоем. Нет, я имею в виду, когда Эмерсон отыгрывает. Да, но вратарь, видишь, начал что-то обыгрывать перекатами Мулина. Свои штрафные опыты не накрыл Маляров. Так не должны, в принципе, играть. Я думаю, Юран ему объяснил. Ну, наверняка, да. Наверняка. Не осталось без внимания. И, по-моему, Николаев, наверное, в этом моменте травму получил, потому что потом была замена. Так. Николаев ли? А, да-да-да. Все верно, да. Николаев, да, как раз получил травму. И вместо него вышел Серченков. Который провел довольно яркий матч. И следующий момент как раз подача... Нет, это Ташаев еще подает. Это у нас подача штрафного... Как раз после этого штрафного, да, и столкновение какое-то. Да, Маляров выходит, хочет играть головой. Да, мы видим нацеленность Малярова. Вот именно на такие действия. И они сталкиваются с Угробовым. Ну, тут такой, знаешь, чистый игровой момент. Я даже не могу, в общем-то, сказать, нужно ли это комментировать каким-то образом. Есть у нас Макар... Удар Макарова, это тоже прикольно. 54-я минута. Позиционная атака ротора. Ташаев скидывает, закидывает навесом на Серченкова. Сейчас я разберусь, что тут было с Серченковым. Значит, я смотрел этот момент с нескольких точек и думал, мог ли Серченков распорядиться мечом как-то иначе. Что он мог сделать? На самом деле, если бы он думал играть... Сейчас я скажу, там, Мулин был. То Мулин стоял слегка вне игры. Поэтому если бы Серченков принял мяч грудью и отправил бы сразу грудью правее, то Мулин получил бы этот пас, но услышал бы тут же сигнал бокового судьи. Вернее, увидел бы и услышал, да, свисток. Это Мулин был или Мулин? Мулин стоял где-то ближе к линии штрафной, по-моему. Так, тогда прошу прощения. Да-да-да, это Мулин был левее. И получается, что Серченков сделал все правильно. То есть пас бы, который он отдал на Малерова, не прошел бы. Прошел бы физически при исполнении хорошем, но он был бы уже вне игры. Поэтому он откатывает Макарова набегающему под удар. Был у него как бы выбор. Он мог накатить на Мулина, мог накатить на Макарова. И опять, я согласен абсолютно с его действием, потому что Макаров был свободней. У него была более свободная зона, у него было больше пространства для выстрела. У него было больше времени добежать до этого мяча. Что, в принципе... Он был не готов к удару. Что, в принципе, Сергей делает, но неправильно подбирает ногу. Он не готов как будто был, знаешь, или испугался как будто этого, того, что у него штрафной с мячом, он же не забивал. Ты знаешь, я не соглашусь. Он был готов, он шел на этот мяч и шел бить, он не подобрал ногу. Ну, то есть это к исполнению. Может, конечно, можно и списать это на то, что он был не готов, но знаешь, когда ты подбегаешь и просто вот бьешь так, семеня перед мячом, для меня это сигнал о том, что ты просто не знаешь, какой ногой бить в этом положении. Но это не только волнение. Он в последнее время за эту территорию ни разу в такой позиции не оказывался. И да, ну просто подвело его исполнение. Я помню, в прошлом году он бил так вот в этом странном матче с Тамбовым. И вот такая же была позиция. Он еле-еле ударил в нижний угол. Прямо так, знаешь, щечкой. Нет, тут удар очень такой плотный, пушечный. Но он, по-моему, бил внешней стороной стопы, подкручивая его вправо. Но это уже просто, знаешь, вот наобум. Нехитрый удар, который он мог сделать, допустим, в левый угол. Ну, так вот просто на исполнении, может, даже не такой сильный. А именно вот авось залетит, как пушка. И мяч не так уж далеко прошел от каркаса. Но, к сожалению, вот... Так держать, Сергей! Что я могу еще сказать? Молодец! Это у нас опять. Возвращаемся к Серченкову, когда у него было... Сколько моментов? Ты считал? Ну, Ташаев, кстати, опять на фланге с голосом создали. В центре получил Серченков. Ну, Серченкова, опять это, знаешь, мне напомню, сумбур, детский футбол. Там мяч подлетел, ударил, опять накрывают, опять толчая. Мяч то у одного, то у другого. Отлетает как от деревянных. И Серченков бьет, бьет и не забивает. Называется это много действий, ноль толку. Ну, что поделать. Вот так мы пока играем в атаке. Какие он исполнительные. Да, здесь Сергей играл. Почему-то торопился быстрее закончить и не смотрел вокруг себя. Не буду сейчас смотреть, кому он мог отдать. Просто это настолько было сумбурно, что я боюсь бестолку Сергею что-то советовать в этом случае. 71-я минута Ковторадзе. Он мог отдать Серченкову, но решил сам придержать мяч. У них нет взаимопонимания в этом матче. Вот у Ковторадзе прям налицо было, как он никого не понимает. Видимо, по-русски не разговаривает. Ну ладно, ладно. Летовый прям у нас интернационал. Значит, в чем ошибка здесь Ковторадзе? Он принимает мяч, бежит с ним, но почему-то разворачивается и напрочь не смотрит на партнеров. То есть Серченков показывает рукой, куда он ждет паса. У Серченкова есть пространство. Он может на скорости принять мяч и что-то сообразить. Потому что слева у нас, насколько я понимаю, Ташаев. Вот. Ташаев ли? Сейчас просто лицом стоит. Нет, это опять у нас Малеров. Активный Малеров на левом фланге. И получается, что у ротора здесь образуется естественный треугольник, который можно было использовать гораздо эффективнее. Перед ударом у Ковторадзе есть возможность дать передачу на Малерова. Но когда он бьет, он уже слишком глубоко зашел. И уже не может отдать Серченкову. Если и нужно было отдавать, то раньше. И, соответственно, вот получилось, что получилось. Он наносит удар, который является легкой добычей для сугробов, как ты говоришь. Ну, Ковторадзе нападающий должен быть эгоистичным немножко. Но здесь... Хорошо, что он бьет издали, но бьет пол. Здесь, как мы с тобой решили, были возможности более эффективные. То есть атака, в принципе, должна была звучать так. Ковторадзе передает на Малерова. Малеров простреливает на Серченкова вдоль ворот. Это было бы опаснее, чем то, что получилось. Если бы Ковторадзе хорошо попал, то есть продемонстрировал бы какие-то свои лучшие качества ударника, то да. Тогда бы я сказал, что он принял правильное решение. Но так как удар не получился, делаем вывод, что это не лучшее продолжение. Следующий момент. Это Бериашвили, как начинатель, зачинатель всех атак ротора, первым пасом в этом матче, дает на Мулина. Мулин пытается сыграть с Ковторадзе в стеночку, но Ковторадзе ничего не видит. И Мулин в холостую пробегает. Здесь момент, когда мог бы отдать Ковторадзе передачу, в касании развернуться, быстро отдать, да, он этого не делает. И поэтому атака у нас захлебывается. Знаешь, как в советское время был прикол. Нападающий обрабатывает, 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 не обработал. Ну вот смотри, если разбирать этот момент, то почему Ковторадзе не отдал Мулину? Потому что он уходил от Эмерсона, ну для себя получается, вправо, для нас влево. Потому что он считал, что Эмерсон ему помеха. Если бы он правильно выбрал позицию при приеме мяча, а он видел, что Серченков набегает у него по левое плечо, для нас по правому флангу, он должен был при приеме отдавать в одно касание Серченкову, который на скорости входил в штрафную зону. При этом у Серченкова... Ой, Мулин, Мулин, прошу прощения, это Мулин, да, набегал по правому флангу, слева по левое плечо от Ковторадзе. В одно касание ему не нужно было разворачиваться с мячом и обрабатывать. Он должен был просто избавиться от мяча, зарядить Мулина, который был на скорости и уже на три корпуса обогнал своего преследователя. Эмерсон не успевал бы ни при каких обстоятельствах, Мулин бы выходил один на один. Это железобетонный, просто стопроцентный голевой момент, который упускает ротор именно из-за жадности и неправильной игры Ковторадзе. То есть на лицо просто непрофессиональная игра. Вот это вот детская, как ты называешь, да. Это даже не жадность. Он просто не знает, как в этих моментах играть. Думаю, это он не понимает еще, спины мозгом не видит. Можно в этот момент сейчас вставить полуфинал Лиги Чемпионов, там какой, 17-й год, по-моему, да, когда Монако играл с Ювентусом и вот как защитник... ...в единоличном режиме, то он неправильно принимал мяч при этом. В этом случае мяч принимается левой ногой, ты его сразу переводишь на... ну, как бы по себе вот за спину, то есть вот так вот раз, и туда, и уходишь с мячом, и Эмерсон остается с носом. Так обыгрывают в этой ситуации. Ну, то есть вот исполнительных... ...исполнение у Кавторадзе хромает. Надо объяснять, как в этих моментах. Надо вот эти вот моменты наигрывать. Я помню, мы на тренировках их прямо вот репетировали. Стоит человек у тебя за спиной, и ты уходишь ему за спину с мячом. Так делают на розыгрышах. Видишь, у нас команду собрали тренером очень поздно, и все в разной готовности там ничего не успели наиграть. Поговорим, да, поговорим об этом. Давай мы посмотрим, как у нас обкрадывает Ташаева. Я хотел сказать про вот эти минуты. У меня было ощущение, что ротор, не забив свои моменты, садится, и сейчас они пропустят. Вот я сидел, у меня в голове было такая, знаешь, это как пунктик. Пик-пик-пик, да, сигнал тревоги, да. Ты не забиваешь, значит, забивают тебе. Нет, сейчас ротор пропустит. Я думаю, блин, пропустит, это вообще будет обидно, и ужас. Проиграть в Табаровску дома. И да, и вот Ташаев завозился, Магомедов его обокрал и ударил через рикошет от Байры, его мяч чуть не залетел. Ну, он летел уже в мертвую зону для вратаря, вратарь был отыгран, потому что он в другой угол падал из-за рикошета, и нам прям повезло. Да, согласен. Хорошо, что рикошет был не опасный, потому что гораздо чаще в таких случаях этот неожиданный рикошет становится просто сюрпризом для вратаря, который бежал и прыгал в другой угол. Так, есть у нас Криквис Кири. И его удар... Там Макаров ошибается. Макаров ошибается, отдает в своей штрафной, он отдает сопернику, тот накручивает и выкладывает под удар капитан уже в тот момент грузинскому, но то и бьет он мимо. И, по-моему, Обухов прыгнул недостаточно для того, чтобы взять этот удар. Да, я опять сейчас расскажу. Я тут рассмотрел этот момент со всех сторон. Значит, ошибся не только Макаров. Нельзя сказать, что в этом эпизоде прямо вот только вот Макаров и все. Ошибся весь ротор целиком. Вообще, в принципе, неправильная игра вот со всех сторон. Провалилась защита. На левом фланге полная неразбериха. Таташаев у нас просто бегает мимо мяча. Макаров стоит без игрока. Байрыев выходит совершенно неправильно на перехват. То есть каким-то боком, не знаю, не подкат делает, как делают нормальные люди в этом положении, а не допуская игрока в штрафную. Потому что здесь еще можно фалить. Даже если ты промахнулся. Поставят просто на точку. Ну, опасный штрафной и всех делов. Но то, что он сделал, стало еще хуже. Его обыграли, как ребенка. Вот. И действительно, Макаров как-то отдает этот непонятный... Ну, вообще, что он делал в этой ситуации? Катил ли на Беряшвили? Или просто подыграл сопернику? Перепутал, за кого играет. Он же раньше... Кто с мячом был? Галимов? Шестерка, по-моему, да? Вот. У Галимова было, если это Галимов, извиняюсь перед поклонниками СК «Хабаровск», если я перепутал вашего кумира. Или, может, это Носов был уже к тому моменту. Вот. Значит, у него были другие возможности. Дело в том, что здесь Серченков упускает Смирнова, который набегает на скорости. И я смею утверждать, что он стоит в гораздо более выгодной ситуации. Стоит, конечно, это условно. Он бежит в гораздо более выгодной ситуации, потому что ему вообще никто не мешает. Дудиев к нему спиной. Они всей толпой там пытаются сдержать, если это Галимова-Галимова. И, собственно, Серченков его уже упустил. То есть, Смирнов на скорости ничего ему не мешает. Но решение принято. И, соответственно, у Квиквискири есть идеальная возможность продемонстрировать навыки дальнего удара. Левой ногой. Я не знаю, насколько это у его рабочая-нерабочая. Но, судя по тому, как получился удар, у него с левой ногой полный порядок. Квиквискири никто не держит. Абсолютно. Я даже не знаю. Тут просто за кадром не видно, есть ли кто из роторовцев там свободный поиграть с ним по позиции. Может быть, там кто-то за кадром и остался. Не будем разбираться сейчас. И досконально мочить ротор. Но Квиквискири наносит удар, который Обухов не берет. В том смысле, что он не взял бы его, если бы мяч летел более прицельно в левый верхний угол. Это видно на фронтальном повторе. Обухов слишком влекся ближней штангой. Это везение. Везение ротора. В очередной раз ротор продемонстрировал, что пока везет. Пока везет. Давай перейдем к следующему моменту. Давай. Ну, кстати, вот в том моменте должны были опорники накрывать. Да, разумеется, вот эту зону вычищать должны опорники. Они должны держать, как Квиквири и Смирнова. Не Серченков, который там где-то носится. Перейди, в принципе, на подхвате. Почему вот со Смирновым бежал Серченков? Это значит, что у нас настолько все плохо было в этот момент. Ладно, проехали. Кавторадзе жадничает. Да, это Ташаев старается креативить на своем фланге. То есть играет в забегание стеночки. И должен был он получать опять пас обратно от Кавторадзе. А Кавторадзе зачем-то бьет. Вот второй момент, когда Кавторадзе даже третий уже не понимает. Нет взаимопонимания. По всей видимости, да. Кавторадзе не очень хорошо понимает смысл стеночки. Смысл? Нет. У него нет взаимопонимания с группой атаки Ротера пока. Хотя в первом матче это было. Не знаю, что с ним случилось. Ну, может он вышел с такой установкой. А ну-ка давай, Бека, побей по поворотам дальними ударами, потому что что-то у нас не получается. Мы же не знаем, что они слышат от тренеров. Поэтому вполне возможно, что он играл и по указанию. К сожалению, да. К сожалению, этот удар совершенно не получился. И тут была возможность у Серченкова... Была ли возможность у Серченкова сыграть как-то более хитро? Ну, то есть не бить. Он уже до этого четыре раза пытался ударить по воротам. Трижды точно. Вот в моменте, буквально несколько минут назад. Мулин. Вот, пожалуйста, был адресат Мулин. В одно касание, наверное, мог бы и ударить более акцентированно. Но опять вот это вот футбол не терпит, как и история сослагательного наклонения. Получилось, что получилось, а у Серченкова ничего не получилось. Извините за... Такой удар он подумал, что он зидан, но он не зидан. Извините за... Мог бы сыграть в стеночку с Мулиным, открыться за спину защитнику, а он зачем-то положил в корпус ударить. Но что он... Я не знаю, он может таким тренировкам, конечно, забивает, но в игре я от него подобных ударов не видел еще ни разу. Может быть, была установка на дальние удары, но здесь-то надо как бы плясать от печки и выполнять что-то в зависимости от событий на поле. Да, после 80-й минуты вышел наш любимец Алексей Щеткин. Ну и, в общем, показал, какой он сейчас в форме. В принципе, он ничего не создал. Сфалил один раз в центре, въехал плечом, получил за это желтую карточку, пытался здесь пробросить, как будто он БАПе. Ладно, он один раз снял с головы кого-то там была подача. Ну, слушай, он не для этого вышел. Я просто пытаюсь его защищать. Я адвокат Щеткин, адвокат дьявола. Представь, вот нападающий, тебе, блин, 30 лет, ты из какого-то Казахстана приехал, пытаешься в России трудоустроиться, он пытался в Уфе пройти просмотр, и ты ни хрена не тренируешься. Вот сейчас где-то плачут казахские болельщики, какого-то Казахстана, ничего себе, огромная страна. Нет, я имею в виду чемпионат, я не про страну, а про чемпионат. Это третисортный чемпионат. Оттуда ты приезжаешь, да, в роторе, забиваешь один в договорнике, один в проигранном матче, засвечиваешься. Блин, держи ты себя в форме, зачем ты не тренируешься? То есть он съездил в сборную, не тренировался и пытался трудоустроиться. Фу, его там не взяли, естественно, потому что он в разобранном состоянии. И вот его вернули в ротор, и в роторе он сейчас не в форме, там со штангой что-то бегает на тренировках. Но это не профессионализм, это низкий уровень вообще футболистов вот так вот приезжать в такой форме в начало сезона. Ну, через матчи попытается он набрать форму, но, не знаю, он вообще полностью разобранный пока. Хотя внешне нет, но по игре ни о чем. Ну, к сожалению. Давай посмотрим матч с симуляцией Ташаева. Ташаев красиво передает на фланг, разворачивается. Спартаковские забегания. Входит в шрафной. Я думаю, он уже к этому моменту устал. Он устал уже мозгами. Ну, то есть там куча партнеров. Навешивай, делай что-нибудь. Ну, зачем вот это вот? Зачем этот дриблинг? И действительно, ему положил защитник руку на плечо. На живот, на грудь, не знаю. И он решил в этот момент упасть. Ну, подумал чуть-чуть. Добежал до штрафной и там нырнул. За что получил желтую? Это, конечно, не пенальти в любом случае. А свистнув на такое вопиющее действие, судья уже вынужден дать желтую карточку. Таковы правила. Кстати, я думаю, Ташаеву тяжело, потому что вот как раз после того, как ты в Спартаке был, ну, там даже в Рубине, там другой уровень исполнителей, нежели вот Кавторадзе и Щеткины все. Ну, конечно, да. Видно у него, знаешь, такие... Когда приходит профессионал в любительский футбол, ты сам знаешь, да, и вот когда пытается играть, там люди не понимают, куда забегать, что делать в атаке, и вот руки иногда опускаются. У меня вот такое ощущение, как будто он попал, значит, не в свою тарелку, но надеюсь. Да, чтобы он не сдался, да, чтобы он не сдался и не опустил руки. Давай будем настраивать Ташаева, так, маэстро, просыпайся и делай игру. Да, он должен стать нашим лидером, надеюсь. Согласен, согласен. Давай я сделаю выводы по матчу, чтобы нам не тянуть время. Значит, как мне показалось, Sky играл просто безобразно. Команда разобрана в том смысле, что она новая, там какие-то страшные цифры, чуть ли не 10 новых игроков. Слаженности у них абсолютно никакой. Но при этом Ротор по своей старой привычке, я не знаю, откуда эта привычка вообще и как они ее, в принципе, передают уже практически новому составу Ротора, но вот есть какая-то преемственность. Ротор в прошлом сезоне, я неоднократно это отмечал, зеркалит противника. Если противник играет плохо, Ротор начинает играть плохо. Если противник играет в правильный футбол, Ротор играет в правильный футбол. Вот как это у них получается, не знаю, но это было на лицов в этом матче. Sky играет безобразно, Ротор играет еще хуже. То есть в первую половину первого тайма мы вообще от Ротора не видели ничего, кроме выносов из своей штрафной и куда-то подальше, и не знаю, на что даже рассчитывать. Мяч не держался в ногах, никакого пасса нету, никакой мысли вообще в принципе в атаке, да и атак-то особо не было до 28 минуты. Поэтому я считаю, что вот здесь больше психологическая какая-то проблема, и надо работать там, наверное, не Хохлову, а какому-то штатному психологу Ротора. Пусть он настраивает игроков играть не по, не номером два, как в этот раз в этом случае получается, а именно от своих каких-то идей и установок тренера. Но мы можем только советовать. Вот, значит, плохая игра в пасс, как я уже говорил, она и была плохой, и, как говорится, в первой половине первого тайма, когда Ротор не играл, а отыгрывался, и, соответственно, все остальное время, три четверти матча. И это какие-то, знаете, детские ошибки в пассе. Не тот случай, когда противник все время поджимает и оказывает какой-то невероятный прессинг, а именно плохая игра в пасс, то есть это такой брак, когда люди просто друг другу не могут отдать акцентированный, нормальный, точный пасс. И здесь, по-моему, поле непаханное для тренировок. Значит, мне показалось, что Ротор играл пешком. Это вот даже несмотря на то, что я сказал буквально недавно, что вроде бы им надо, в общем, сосредоточиться на качественном исполнении пасса, никто не мешает, некуда торопиться. При этом настолько все было в сонном состоянии, то есть и фланги у нас не особо забегали, и по центру там скорости не было. И вообще, в принципе, продолжая свою мысль, все обострение у нас происходит, у нас в Роторе. Я имею в виду, происходит с забросами, либо какими-то проникающими передачами из глубины от Байреева и чаще гораздо от Биряшвили. В этом плане Биряшвили, конечно, молодец, но я не знаю, насколько это правильно, минуя опорную зону, сразу обострять на неготовых к этому условных, Серченковых и других товарищей. Пока не получается. Пока мне кажется, что вот эти обострения ставят в тупик самих адресатов. Здесь надо опять наигрывать больше. И я думаю, что это установка тренера, чтобы у нас не было возюканье на опорной зоне на всякий случай, чтобы перестраховаться, да и зачем, в принципе, тратить время, тем более, когда передачи проходят. Но дальше должна быть какая-то более вразумительная игра, но опять же пас. И в заключении ротор создал много моментов. Тут не тот случай, когда у нас даже нечего показать и мы высасываем из пальца. Моментов, наверное, ну с десяток точно можно перечислить разной степени тяжести. И при этом ротор ни разу не забил, что просто удивительно при таких классных качественных моментах, голевых моментах. То, что СКА не забил, я могу понять. СКА, конечно, в индивидуальном плане некоторые игроки выглядят как настоящие футболисты, но пока там вообще игрой не пахнет. То, что они там иногда катали мяч, это не потому, что они хорошо это делают, а потому, что ротор просто не отбирал его. Но при этом, как ротор не забил ни разу, это мне действительно непонятно. У тебя есть, Петр, что-нибудь сказать по этому поводу? Я с тобой согласен. Классные моменты, а не классные футболисты. Да, вне классные футболисты. Пусть занимаются на внеклассных занятиях. Тяжелая задача, вот то, что у нас происходит. С клубом команду обновляют уже. Каждые полгода меняют тренеров, каждые полгода меняют... То есть каждый год меняется состав, но это ужас. То есть в настоящем футболе не ФНЛ. Чтобы взять новичка, его иногда до пары лет смотрят. Какой он ногой кому передает, и как он будет... Как его можно или нельзя встроить в схему игры, как он с кем будет взаимодействовать, какой у него характер, какая у него семья, там вообще, что за человек, вот это все смотрится, а у нас получается... Давай вкратце, знаешь, о чем поговорим? У нас как бы вот можно сказать четыре новичка. Я условно называю новичками Малярова, который вышел в старте и проиграл весь матч, кстати, и Николаева. Но прежде всего, конечно, голос меня интересует. Как он тебе? Мне понравился. То есть, опять же, это видно, что профессионал приехал в форуме, то, что он работал там со Спартаком на предсезонных сборах, наверное. То есть он приехал, человек, которого сразу можно вставить в состав. Взаимодействует, играет вот в эти стеночки с Ташаевым, хорошее взаимопонимание. Мне не понравилось, два раза он отдавал назад, как-то странно. То есть он отдавал в стиле Зобнина, когда Зобнин привез гол в матче с Дани. Вот так он два раза отдавал вратарю, вратарю выбивал. Но в остальном это интереснее, чем Первушин. То есть он, мне кажется, и латерали может играть левого, и левого защитника. Да, мне знаешь, что показалось? Вот по началу матча я замечал Ташаева рядом с ним. Мне показалось, что была какая-то установка, чтобы Ташаев его подстраховывал, что называется, опекал на вот первое время, на всякий случай. Но потом это все отпустило. То есть Голосов стал забегать по флангу, видимо, они перестроились, заиграл, Ротор вообще заиграл к тому времени. И у них как-то все сразу пошло, вот эта опасность, вот эта резкость и острота. Так, про Голосово достаточно, но Щеткин, что? Щеткин, наверное, себя особо не успел показать. Мы уже сказали про Щеткину, про его профессионализм к 30 годам. Ну ладно, да, мы уже слишком много. Надеюсь, он будет забивать, конечно, но вот представь, вот то же самое, ты устраиваешься на новую работу и приезжаешь там, вообще ничего не могу делать. Ты говоришь, а мне нужно там, извините, я не могу выполнять свою работу, мне нужно там три недели подготовиться, платите мне деньги, а я вот такой вот профессионал, к вам приехал, ну я вот фактурный нападающий, да, но мне надо подготовиться, я пока не в состоянии, но блин, вот такой ты профессионал, поэтому ты играешь в чемпионате Казахстана. Ладно, Малеров, мы его увидели во всей красе. Да, Малеров, он не смог, опять же, многого создать, то есть он заменил Школика на этой позиции центрального полузащитника. Были моменты, два раза не забил, даже три раза, по-моему, да? Три раза не забил. Моменты были, нужна реализация, что можно сказать, больше. Ничего не давали. Он скорее играл сегодня как нападающий, вернее, вчера. Он не нападающий, это получается, из тройки атакующих полузащитников он был под Мулином. То есть Мулин был все-таки впереди, один на стрелье, а это поднимка. Ну, номинально я понимаю, да, я имею в виду, потому что мы видели, да, у кого больше моментов, тот и нападающий, да? Кто первый встал, того и мяч. Так, а Николаев? Ну, тоже был почти весь. Николаев травму получил, да. В первом тайме ему давали там дальний заброс, он не достал, по-моему. Был момент, когда он сыграл в стенку с Малеровым, обыграл, но упустил мяч, не знаю. Ну, как-то пока-никак, да? Ну, по сравнению с прошлым матчем. Я знаю, на что уповал, я просто думал в тот раз, не стал озвучивать, что вышел-то он свежим, когда все остальные уже сидят. Поэтому, да, у меня было подозрение, что Николаев именно такого плана игрок. В общем-то, мои опасения подтвердились. Все-таки Николаев еще недостаточно, так сказать, натренировал, недостаточно оснащен технически, недостаточно опасен для того, чтобы играть в старте. Мое мнение. Возможно, да, на измотанных защитников, когда выходишь, гораздо легче. С его техник, с его рывками вот эти. Что-то мне подсказывает, что и Хохлов это увидел тоже. Ну что, спасибо, Петр. Я думаю, что надо заканчивать. Давай напомним нашим телезрителям, телезрителям, чтобы подписывались на канал, чтобы комментировали нас побольше. Спасибо за вот эту активность, которую мы получаем в предыдущих роликах. Там просто какие-то рекорды. Расшаривайте в социальных сетях это видео. Никто не пытается анализировать то, что происходит в Ротере с игровой точки зрения. Так, просто покажут пару-тройку моментов, да и все, вот тебе весь обзор. Мне кажется, наши обзоры немножечко глубже. И как нам подсказывают, даже непонятно, для кого мы их пишем. У нас не обзоры, а разборы. Да, и вот мы то, что заметили, тенденцию, 60% зрителей смотрят нас без подписки. Пожалуйста, подписывайтесь. Это нужно не только нам, это нужно для популяризации ротора. То есть, чтобы люди, живущие в Волгограде и в других регионах, если у канала больше подписок, он больше выходит, как в рекомендованных видео, и, соответственно, повышается популярность команды, города и всего остального. Это нужно не только нам, а нужно всем, кто неравнодушен к волгоградскому спорту. Спасибо, Петр, за то, что был со мной. Спасибо всем, кто нас видел. Пока-пока. До встречи на Волгаре. На Волгаре, на Волгоград-арене, да? По QR-кодам 500 человек. Соберемся, если бы. А туда, кстати, пускают или нет? Или все? Или закрыли вообще лавочку? Я думаю, закроют все. На этой пессимистичной ноте. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok